Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи». Сегодня у нас в гостях Владислав Диев, военный комиссар Рязанской области. Добрый день! Добрый день! Самое интересное нововведение – это то, что призывники могут отказаться от законно предоставленных отстройщиков от службы в вооруженных силах на полгода, на год или на время обучения. Это самое главное изменение в призыве, будем так говорить, на сегодняшний день. А есть какие-то изменения в законодательстве? До нынешнего призыва прошли еще ряд изменений в законодательстве. Одно из них, например, такое, что если призывник был освобожден от призыва по состоянию здоровья, но считает, что он здоров и хочет пройти службу военную, он может обратиться с заявлением в военный комиссариат по месту жительства, получить направление на медицинское обследование. Если медицина определит его категорию годности как годная к службе, он будет призван на военную службу по призыву. Это при условии, если ему не исполнилось 27 лет. Потому что призывной возраст, как он был, с 18 до 27 лет, так он остался. А кого не могут призывать в армию? Не могут призывать в армию инвалидов и больных. Вот их не могут призывать в армию. Для того, чтобы определить категорию годности по состоянию здоровья к призыву, в армию, у нас существуют медицинские комиссии. Проверка здоровья, она многоступенчатая. Поэтому мы стараемся не допустить вообще больных на службу вооруженной силы. Потому что мы стараемся поберечь своих людей, не заставлять их, не допускать больных людей к службе. Они должны беречь свое здоровье, заздоравливаться, но не губить его. Что должны знать призывники о своих правах и обязанностях? Самое главное знание призывников, это при получении повестки прийти в военный комиссариат. Там уже сотрудники все организуют, все объяснят. Призыв начинается, во-первых, с медицинского свидетельства неоднозначно, где определяется, еще раз повторяю, категория годности к службе в журненных силах. У нас есть несколько категорий. Из них две категории подлежат призыву. Три не подлежат призыву. Либо предоставляется срочка по состоянию здоровья, либо освобождается от призыва. После определения категории годности по состоянию здоровья, ребята проходят призную комиссию. То есть пребывают на заседании призной комиссии, скажем так. Признай комиссию – это орган коллегиальный, возглавляет его руководитель района. Заместитель призывателя комиссии является военный комиссар района. Там комиссии изучают личное дело призывника и принимается коллегиальное решение. Либо призвать, либо предоставить срочку по состоянию здоровья, или по обучению, или еще по каким-то причинам в законе воинской обязанности военной службы. Там 24 пункта этих отсрочек. Или освобождает призыва вообще. После того, как принимается решение, парню вручается повестка на отправку уже на сборный пункт области. Предназначают его в определенную команду, куда требуются именно призывники, отобранные по определенному критерию. А да, еще перед тем, как предназначить его в какую-то команду, он проходит процедуру профессионально-психологического отбора. Это тоже дает информацию, результаты этой процедуры, дает информацию для предназначения парня в какую-либо команду. Получив повестку на отправку на сборный пункт области, в нужный момент он пребывает либо в военкомат, либо самостоятельно пребывает на сборный пункт области, где уже начинается формирование команд, переодевание, ну там много процедур у нас, и переодевание, и выдача банковских карт, и подготовка к выдаче пластиковой электронной карты персональной. Вот, начинается знакомство с военнослужащими той части, куда ребята поедут, потому что пребывается за ними старший команд, они начинают изучать личные дела, беседуют с каждым отобранным. Там очень длительная такая процедура, очень не то, что щепетильная, но много времени затрагивается вот на вот это формирование, да, потому что у нас свои критерии, то есть у нас свое видение этих критериев, да, мы не углубляемся в тонкости прохождения службы в определенной части. Старшая команда приходит, во-первых, со знанием тех задач, которые выполняет часть, плюс еще у него есть инструкции от своих командиров, которые, на основании которых он подходит уже к отбору более тщательно, да, призывников. То, что касается от военкомата, зависит от военкомата, передевания и выдачи всех документов, тут у нас все отработано, мы все быстро делаем, вплоть до того, что готовим на каждого призывника фотографии в будущий демберский альбом. Ну и, в общем, все, подходит время, старшая команда забирает команду и увозит ее на вокзал, или сажает на автобус, везет свою часть автобусом. Вот, ребята призваны. А как вообще происходит процедура отбора? Кто в какую команду попадет? Основополагающим является это состояние здоровья, потом результаты профессионально-посилогического отбора. Ну, тут все идет, понимаете. Наличие образования, наличие специальности. Если есть военноучетная специальность, вообще хорошо. У нас военноучетная специальность готовит все эти учебные заведения ДОСАВ. Вот, если есть специальность, которая является родственной военноучетной специальности, то это вообще тоже будет шикарно. У нас каждый призыв требуется фельдшера, требуется повара, трактористы, экскаваторщики, сварщики, стрессаря, токаря и так далее, там подкановщики. Вот, они тоже являются, вот эти данные являются тоже основанием для предназначения ребят в определенные команды. А также, я уже говорил про образование, например, у нас учебное подразделение, там вообще мы отправляем ребят не ниже средне-технического образования, потому что там все-таки их обучают владеть техникой более сложной, чем просто пришедший солдат без, так сказать, дополнительных навыков каких-то. Вот это все собирается в личном деле информация, и на основании этой информации, плюс характеристики, плюс наличие допуска к прохождению службы в режимных частях, вот, все это является основанием для предназначения призывника в определенную команду. То есть, понимаете, прежде чем пригласить ребят на заседание призывных комиссий на прохождение медицинского освидетельствования, военкомат готовит вот эти личные дела, собирает всю вот эту информацию. По крупинкам порой бывает, да, потому что характеристики, если парень нигде не учится, нигде не работает, характеристику дает управляющая компания, которая вот, ну, на территории, в которой он проживает там, ну, то есть, там много таких нюансов. Вот, основное, мы, конечно, берем момент прихода ребят в военкомат, это, я уже говорил, медицинское освидетельство, а не профессиональный психологический отбор. Вот, ну, вот, когда вот все это дело в кучу собирается в личном деле, вот этот документ предоставляется на заседании призной комиссии членам призной комиссии. Они, изучая его, выслушивая или заслушивая комиссара о необходимости предназначения в определенной команды кандидатов, принимают решение призвать и отправить в команду там, под определенным номером, где у нас все стоят. А можно ли сразу пойти на контракт? Давайте определимся. Контракт – та же самая армия. Единственное, что, чем отличается служба по контракту, служба по призыву, тем, что призывник живет по распорядку дня, а контрактник, у него рабочий день начинается в определенный командиром час, заканчивается тоже в определенной командиром часе. Час, а призывник, он с утра до вечера, с вечера до утра, значит, находится в войсковой части. У нас есть тоже в законодательстве, есть внесены изменения, что призывник, обладающий определенным уровнем образования, средний или высший, имеет право пройти службу, подписать первый контракт о прохождении службы, минуя службу по призыву. И первый контракт он заключает не на три года, как все, а на два года. При условии, что год службы по контракту приравнивается к полугоду службы по призыву. То есть, получается так, он два года отслужил, это считается, что он отслужил год по призыву. Если он захочет заключать следующий контракт, то он уже имеет право при заключении следующего контракта подписать или вступить в военную ипотеку. Военная ипотека – это, во-первых, возможность получить жилье, при этом за это жилье, если военнослужащий будет служить долго, верно, долго и хорошо, он платить не будет ничего, платит за все это дело государства. Вот и все. Но у нас такие ребята есть. Мы их призываем, оформляем с ними контракт. Но это уже не мы, а пункт отбора граждан, военная служба по контракту. Но нельзя сказать, что их прям много. Но есть такие ребята. А изменилось что-то за годы работы? Вот стало больше ребят, меньше? Вы знаете, изменилось понимание того, что служба вооруженных сил необходима. А то, что больше-меньше, меньше стало тех, кто уклоняется от службы вооруженных сил. И то каждый призыв, кто-то, получив повестку, не приходит на отправку вооруженной силы. Один-два человека такие и есть. Раньше их было больше. Тех, кого мы не можем оповестить по различным причинам, тоже количество уменьшается. Но это, опять-таки, благодаря тому, что в этой области работаем не мы одни. У нас очень хорошо помогают все структуры, которые находятся на территории области. Начиная от управления полицией, управления внутренним делом. Судебная пристава, миграционная служба. То есть идет полная обмен информацией, где кто находится. Тем более сейчас наш воинский учет не связан с регистрационным учетом, как это было в советское время. Поэтому ребята могут приезжать из населенных пунктов в другие населенные пункты, не снимаясь с воинского учета. Поэтому порой сложно бывает найти такого гражданина, нарушителя воинского учета. Нам помогают наши коллеги из других министерств и ведомств. Все равно парни где-то регистрируются, куда-то идет работать. То есть мы сразу руководители организации, куда парни устраиваются, нам сообщают. Это по закону положено в течение двухнедельного сообщить информацию. Либо информация приходит из миграционной службы управления полицией или других управлений. Что бы вы хотели сказать призывникам и их родителям? Надо выполнять конституционные требования. Мы живем все-таки в стране, которая большая территориально, богатая, хорошая. Ее надо защищать как родину свою, как семью свою. А этому надо учиться. Этому учит вооруженная служба вооруженных сил. Бояться ее не надо. Служба вооруженных сил дает большой толщок в жизни. дает большие возможности в обучении, в работе и так далее. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова